пить культурно большое искусство и далеко не всегда это значит умеренно сучи схимицу пить культурно не пить вообще я открыла пуши глаза и с трудом перевернулся на другой бок уже светало часы показа без пятнадцати минут шесть пора вставать я потряс химицу за плечо вот а лишь мирно послал полу просыпайся громко сказал ей на ухо химица открыл глаза непонимающе уставилась на меня пора валить из этой страны и пора и не помню что вчера было кажется дедушка какому-то устроил прощальный ужин положение ведущий похмелье скорее прощальную пьянку она выучила глаза я тяжело сдохнул и с трудом поднялся на ноги через десять минут мы уже собрали свои нехитрые пожитки и прощались с каком и еще раз на свежую голову и точно уверена если это как-то на улиткой боишь кайпаншин то можешь на меня рассчитывать они как минимум не обрадуются я где в ресторан на нас никто не обращал внимание документы под фото поняла когда прийдешь из ссср просто позвони сюда попроси телефон и вам уже сам просто но твой телефон могут прослушивать да и международный звонок сразу вызвать подозрения какой мы задумалась тогда я попрошу киски зайти к тебе того же деле большой души человека успехнулся я и подал ей руку как бы мы сначала смутилась но все же ответил на рукопожатие химица же низко поклонилась спасибо тебе за все и поблагодаря от нас дедушку мы вышли на улицу я позвонил из ближайшего токсофона киски и дал ему подробные указания что как и где конечно был шанс что его послушают но мы с ним за долгие годы придумали множество слов и соцсочетаний истинные значения которых понятно только нам таким образом все приготовления были сделаны я присел на невысокое каменное ограждение отделяющий тротуар от воды не очень безопасно особенно рядом с рестораном где наливает неужели еще напилась химица стала рядом и страдачески заломила руки самая малость так сказать и все-таки что-то в этом плане не так а может и сам план паршивый слишком уж легко ирина согласилась на мои условия слишком уж легко химицу забрала документы слишком уж уверена как ума была в том что у нее эти документы безопасности почему я вообще согласился просто плыву по течению устал думы своей головой слишком много переменных и у меня категорически не получается за столь короткое время свести их все в одну понятную систему химца взяла меня за руку но больше ничего не сказала а что тут еще скажешь оставалось только ждать и вот наконец вдалеке показалась машина который медленно ехал нашу сторону я на автомате стал направлся и на встречу кто еще тут будет кататься в такой час химец не отпускал мою руку шла рядом когда до автомобиля оставалось метров 20 из переулка бежа колесами выскочил другой черный седан из окна высунулся человек держащий в руках автомат и открыл огонь по первой машине автоматные очереди были похожи на частый перестук ложек на которых пытаются сыграть незамысловатую мелодию поле пробивали стекла и они осыпались мелкой крошкой практически сразу из пиро автомобиля начали отстреливаться вся эта сцена заняла не более пары секунд но я застыл крепко сжимая ладошку химицу и состояние отделаться от ощущения что я на этой картине лично словно случайно оказался на съемку какого-то боевика и боюсь быстро покинуть площадку чтобы не помешать актерам еще мгновение и обе машины превратились в решето автоматные трели за тип где-то на краю сознания начал слышится голос глубокий бас как будто эквалайзер выкрутили только на нижние частоты потом громче и отчетливее я пришел себя и бросился бежать увлекать за собой химицу не знаю остался ли кто в живых после этой перестрелки но и свидание точно погонится за нами вынеслись мимо открывающихся магазинчиков мимо торговца с рыбой сворачивали переулки и выскакивали на узенькие улочки ловя на себе удивлены взгляды мы не сбавляли темпа два автомобиля ставшие отличным швейцарским сыром остались далеко позади наконец я становился чтобы отдышаться схеме цурча мерил под волосы растрепались или прикраска снявшемуся лицо в любом случае мои подозрения оказались не беспощными но просто не могло все пройти так гладко не знаю видимо русских обстреляли или русские кого-то на них надеяться больше нельзя сейчас то пачка с деньгами а как бы пригодилось бы надо выбираться из города а там уже видно будет кошеке оставалась какая-то мелочь должно хватить на два билет из токио дальше путин бежит решать было обстоятельства хим состоял молча приходил в себя понятно одно со нами охотиться то именно даже не суть важно главное нас вряд ли оставить в покое а больше рассчитывать не на кого возможно ирина просчиталась а может дело совсем в другом это все интересно разве что для исследователей теории заговора я ощутил себя объектом простым дополнение к папке бумаг оставшись в ресторане дары море вот она сама по себе представляет ценность за нее готов умирать убивать а нашей жизни лишь расходный материал подумай еще раз ты ничего необычного вчера не заметил дома или по дороге вспоминаешь все может кто-то показался подозрительным обняв химицу прижав к себе я почувствую как сильно на дрожит сейчас главное защитить ее а не докапываться до истинных причин произошедшего здесь как будто бы тихо никаких следов той бойни но кому-то мы определенно нужны живыми если бы просто отдать эти черта документ вдруг я заметил вдалеке подозрительных мужиков в темных костюмах пятницы 6 утра этот район и прикид как на деловые переговоры плохое сочетание слава бога не были на таком расстоянии что вряд ли могли нас заметить потому что мы стояли за торговым автоматом который перекрывал обзор надо идти их и сказал я похоже химицу совсем отчаялась для начала прямо у меня не было времени уговаривать поэтому мне пришлось силы тащить химицу за собой около метро даже не особо скрываясь скрутились подозрительные типы которых можно было безошибочно спасать японских особистов нас умело загоняли в угол последовательно отрезая все пути к отступлению казалось бы что проще скрыться в огромном мегаполисе но не тогда когда за тобой охотиться несколько разведок иди караули японцы сзади на пятки наступали скорее всего русские честности которых я уже не был уверен с одной стороны мы были отрезаны морем а с другой зажаты плотными рядами не высоких домишек сгудившиеся как армия гномов на поступок к эрибору я уже чувствовал что это конец но не хотел еще больше пугать химицу возле станции людей стало больше и это давало возможность затеряться толпе но в то же время становилось сложнее заметить преследователь тому же мне с моим ростом было практически невозможно выделяться на фоне не высоких японцев я решил что нам лучше избегать открытых пространств мы свинули с улицы ведущих станции и оказались в узком прямом проуке тянущимся в одном направлении на добрые сотни метров если на другом конце появятся враги побежать нам будет никуда я глянулся черные костюмы приближались никакой химицы выглядела трешенный наверно у нее уже закончились силы вноваться и она в какой-то степени смирилась с тем что может произойти я не нашел подходящих слов чтобы ответить а из раза в раз повторяю что все будет порядке не имело смысла мы быстро зашагали вперед и вскоре благополучно дошли до конца и тут вдруг неожиданный удар под их я согнулся пополам из глаз посыпались искры я потерял на весе и мир на мгновение погрузиться по мрак следующую секунду меня уже куда-то тащили я оказался на затем сиденье машины сидя себя меня привел к химицу старого верзила крепко держал ее за руки помогите убивают эффектурно заорал я но они не обратили на это никакого внимания действует слаженный быстро профессионалы внеслось где-то на краю сознание пока я пытался вырваться мозг лихорадочно анализировать ситуацию химицу потащили прочь от машины последний раз кликнула она прежде чем ей поднесли к лицу какой-то платок видимо слава формам следующую секунду на же безвольно повис на руках держащего ее кроме вы я сделал последнюю серия но на моих запястьях тоже защелкнулись наручники что же вы делаете сволчи мы же договаривались меня заткнули не так безболезненно как химицу а просто грели по затылку и уже теряя сознание я понял что те несколько слов что детей до моего слуха в том мгновение были сказаны вовсе не по-русски